Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. По оценке правительства, потребуется до половины годового областного бюджета. Таких денег нет, но это не означает, что власти не будут ничего делать, говорит министр. Планируется провести ряд аукционов, чтобы понять востребованность этих земель. После будет решаться, что можно с ними сделать. Программа Экономика. Власти намерены создать комфортные условия для бизнеса. Об этом заявил губернатор на коллегию ФНС. Игорь Васильев заявил, что нужно создать такие условия, чтобы в Кировской области было комфортно работать в рамках правового поля. Региону взял курс на наращивание инвестиционного потенциала. Для этого важно обеспечить баланс интересов бизнеса и региона, упростить получение господдержки частными инвесторами, если они являются добросовестными налогоплательщиками, сказал губернатор. Он считает, что важно избегать давления и вести конструктивный диалог. Правительство области, заявил Васильев, готово продолжить практику проведения совещаний с бизнесом по обсуждению проблемных вопросов. В прошлом году кировские налогоплательщики заплатили 73,5 миллиарда рублей налогов, рост 4,5 процента или 3,5 миллиарда рублей. Каждый второй рубль дополнительных поступлений направлен на увеличение собственных доходов области. Экономика. На 101 ФМ. На руководителя Чумбулатского карьера завели уголовное дело. По версии следствия, он год назад оформил договор покупки металлических емкостей, которые на самом деле уже находились на территории предприятия, но не были учтены. Таким образом, директор АО купил их второй раз. Деньги, почти 2 миллиона рублей, он перечислил на счет аффилированного индивидуального предпринимателя. В дальнейшем подозреваемый денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Экономика. К другим новостям. Кировские работодатели предпочитают неоплачиваемые отпуска сокращенным рабочим дням. Об этом говорят данные Кировстата по неполной занятости. В четвертом квартале прошлого года в регионах Приволжского округа число работников, занятых не полностью, составило 770 тысяч человек. На долю Кировской области приходилось 4,5% этой цифры. Отпуск без сохранения зарплаты является наиболее востребованным видом неполной занятости во всех регионах Приволжья. Его удельный вес среди применяемых режимов колебался от 65% в Чувашии до 82% в Пензе. Наименьшая доля принадлежала режиму использования неполного рабочего времени по инициативе работодателя. От 0,2% в Ульяновской области до 4,5% в Саратовской. В организациях Кировской области преобладало предоставление отпуска без сохранения зарплаты 66% и работа в виде неполного рабочего времени по соглашению сторон 27%. В Кирове начнут выпускать препарат от редкого заболевания. Лекарство для лечения синдрома Хантера зарегистрировала компания «Нанолек» впервые в России в рамках сотрудничества с южнокорейской компанией «Грин Кросс». Синдромом Хантера страдают, как правило, мальчики. Заболевание проявляется в раннем возрасте утолщением ноздрей, губ, языка, задержкой роста, поражением внутренних органов. При своевременно назначенном лечении продолжительность жизни может достигать 40-50 лет. В России сейчас зарегистрировано более 100 пациентов с синдромом Хантера. Препарат для них планируется выпускать в Кировской области. Фермеры могут получить гранты. Конкурс объявляет Министерство сельского хозяйства. На поддержку из бюджета могут претендовать фермерские хозяйства, которые существуют не дольше двух лет. Заявки принимаются по 26 марта. Перечень документов можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства. В прошлом году можно было получить до 30 миллионов рублей на развитие семейных животноводческих ферм и до 21,5 миллиона на иные направления животноводства. Напоследок, коротко, несколько цифр. 116 миллионов рублей требует взыскать Московский Орбанк с Кировской региональной ипотечной корпорацией. Более 20 миллионов рублей, по версии следствия, незаконно получил вице-спикер ОЗС прошлого созыва Владислав Гукасов с арендаторов имущества некой компании, к которой он якобы не имел отношения. Почти 200 миллионов рублей получит Кировская область из федерального бюджета на развитие медицины. В завершение валютах доллар сегодня 56,80 евро 70 рублей 53 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.